ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Теперь им предстоит самое сложное испытание — выйти на большую сцену нашего шоу. Каждому из них в результате случайной жеребьевки достанется шесть новых песен, которые нужно будет выучить в очень короткие сроки и исполнить с музыкальными коллективами, выступающими в совершенно разных стилях. Победителем станет тот, кто покажет себя по-настоящему универсальным артистом, готовым каждый раз удивлять и открываться по-новому. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Край — один шаг, и я падаю вниз. Ночи — все мысли выходят на бриз. За тобой победа, я готова идти сквозь препятствия, гордость и сотни причин. С тобой по следам мне б не сбиться с пути, и не думать о том, что нас ждет впереди. Искреннее, я хочу искренней, я не могу больше ждать, когда ты позвонишь, сказать мне, что нам надо что-то менять. Мысленно, действуем мысленно, но прекращаю я знать, будто все хорошо, стоя истинно. Искреннее, я хочу искренней, я не могу больше ждать, когда ты позвонишь, сказать мне, что нам надо что-то менять. Мысленно, действуем мысленно, и прекращаю я брать, будто все хорошо, зная истинно. Добрый-добрый-добрый вечер, дамы и господа. Это шоу «Браво» второй сезон. Меня зовут Андрей Матвеев, а рядом со мной находится победительница первого сезона шоу «Браво» Алика Милова. Что ж, Алика, ты сейчас спела свою собственную песню, на которой сняла клип вместе с командой «Браво». Ты теперь настоящий взрослый исполнитель, эта сцена тебе хорошо знакома. Но я хочу, чтобы ты вспомнила тот момент, когда ты впервые оказалась в этой студии. Помнишь? Конечно, помню. Но вообще этот момент был очень волнительным, и я сидела, тряслась, у меня был холодный пот, потому что это очень страшно, да, ждать именно. А потом выходишь на сцену, и кайф, все, все забываешь. Алика, что бы ты могла пожелать нашим новым участникам? Главное, кайфуйте на сцене, просто чувствуйте себя как рыба в воде, и я уверена, если вы будете кайфовать от себя, то все будут кайфовать и от вас. Вот. И танцуйте тоже, да. Что ж, дамы-господа, победитель первого сезона шоу «Браво» Алика Милова. Позвольте представить вам обновленный состав жюри. От Эстонии. Самый строгий член жюри, по мнению участников первого сезона. Четырежды лауреат премии «Песня года». А также, если верить моему Фейсбуку, человек, который пишет минимум один хит звездам эстрады в неделю. Композитор Андрей Покутный. Андрей, расскажите, сложно было в этот раз набирать участников в свою команду? Может быть, нашли какую-то новую Алику? Знаешь, Андрей, я скажу, конечно, Алика прекрасна, но пришло время открывать новые сезоны, новые звезды. Я тебе скажу без скромности, я набрал очень сильную команду, музыкально подготовленных ребят, очень сильных, и с нетерпением жду их выступлений. Ну и, конечно же, всех остальных. Это интрига. Литву представляет единственная в этом сезоне девушка в составе нашего жюри, джазовая певица, участница Евровидения Евелина Сашенко. Евелина, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей команде. Ты знаешь, Андрей, в этом году у меня трое симпатичных, очень талантливых ребят. Один мальчик, очень с горящими глазами, весь такой энергичный. Девочка с очень знакомой для вас фамилией. И, как ты видишь, нету на скамейке участников Дарьи Старук. Она не смогла брать участие у нас в шоу. Я должна была выбрать и отдать свой конверт для другой девочки из этого же отбора. И этой девочкой стала Карина Герман. Карина, на сцену! Карина, прежде чем ты присоединишься к нашей команде, я хочу тебе врутить этот конверт. Я выбрала тебя и очень на тебя рассчитываю. Браво! Ты участник шоу! Ну что ж, а теперь пришло время представить вам нового члена жюри от Латвии. Продюсер, известный исполнитель Янис Стибелес! Янис, в этой студии вы впервые. Расскажите о ваших ощущениях. Ощущения очень приятные, кресло мягкое. Нет, ну если серьезно, это для меня что-то новое. Я жду с нетерпением начала нашего шоу. У меня в команде одни девушки. Красавицы, очень позитивные молодые певицы. Вот такая у нас позитивная команда. И мы надеемся, что мы вам тоже понравимся. Ну что ж, отличный настрой. Янис Стибелес, дамы и господа. Таким будет наше жюри в этом году. А теперь несколько слов о нововведениях в правилах нашего шоу. Во втором сезоне Браво мы узнаем не только одного победителя, но и страну-победительницу. Да, мы придумали еще и командный зачет. В финале мы суммируем баллы всех участников одной страны и узнаем, кто из членов жюри собрал в этом сезоне лучшую команду. В связи с этим мы изменили правила голосования. Теперь член жюри не оценивает участника из своей страны. Каждый из членов жюри, который ставит оценку, сможет поставить за выступление максимум 5 баллов и минимум 1. То есть в сумме участник может набрать за одно выступление 10 баллов. Но для этого ему, конечно, нужно очень круто спеть свою песню. В первом сезоне мы спели более полусотни хитов 20 века. В этом сезоне нас ждут современные хиты. Все, что успели написать в 21 веке. Также в этом году вас ждут новые музыкальные стили. Сегодня мы услышим каверы в стиле инди-поп. И помогать в этом нашим участникам будут молодые звезды Эстонии, участники отборочного тура Евровидения этого года. Давайте поприветствуем группа Around the Sun. Что ж, пришло время услышать наших участников. Первые песни достались им в результате интернет-жеребьевки. И все это известные мировые хиты. Право открыть наш сегодняшний вечер мы решили предоставить команде Яниса Стибелеса, новичка в нашем составе жюри. Встречайте, Габриэла Бабаян из Риги. Всем привет! Меня зовут Габриэла Бабаян. И пою песню Bruno Mars Just the way you are. Что? Как тебе песня? Классная. Классная. Как ты к творчеству Бруно Марса относишься? Отножусь к этой песне очень спокойно. То есть она такая чуть-чуть романтичная, такая про любовь что-то. Мне нравится. Ну, я люблю больше песни такие троллистые, такие прям рок, может быть. Каренжировки к нашей карте тебе. Понравилось, мне понравилось очень. Только сначала что-то было непонятно, потом нормально. Какой-то непонятный кантри. Я подумала, что ты, может, песню перепутали, потому что звучало все по-другому. Но потом, когда я пришла на репетицию, я поняла, что-то не поняла, но группа очень хорошо мне объясняла. Волнение есть. Могу сказать так, очень. Но то, что я беспокоюсь, мне это даже кайф, потому что ты более настраиваешься на то, чтобы больше работать. Да. Могу сказать так. Что-то потерял пульс, я не знаю. Могу сказать так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Напоминаю, что вы не сможете оценивать выступление Габриэлы, этим будет заниматься Евелина и Андрей, но очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу первого выступления на сегодня Габриэла, твое самое грозное оружие – это твоя улыбка. Молодец, что спела по-своему эту песню. Сначала я почувствовал, что как-то пульс потерялся вообще. Ну, когда ты поймала, все пошло. Самое главное, что вот не потеряй улыбку, не потеряй свой позитивный вот этот посыл. Спасибо. Спасибо. Время узнать первые оценки шоу «Браво». Итак, дамы и господа, три и три. Напоминаю, у нас пятибальная сегодня система. Спасибо. Эвелина, вы поставили тройку. Расскажите, пожалуйста, почему. Габриэла, привет. Мы сегодня видим тебя впервые. Ты очень яркая, ты очень своей энергией нас тут завалила прям. Первой выступать это сложно и сориентироваться быстро и в звуке во всем. Хотелось бы, чтобы ты еще немножко поработала над этими своими всеми интервальными скачками, чтобы они были бы и чистые, и вокально сильные. А так ты молодец. Спасибо. Андрей Покутный, вы поставили три. Расскажите, почему. Привет, Габриэла. Мне очень понравилось, как ты себя ведешь на сцене очень смело. И Янис очень правильно заметил, что у тебя очень красивая улыбка, но буду говорить как есть. А вот ноты тебе не все улыбались в этой композиции. Поэтому тройка. Надеюсь, ты себя нам покажешь еще лучше. Молодец. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Габриэла набирает шесть баллов. Следующая представительница Латвии исполнит нам песню, которая в 2003 году получила Грэмми в номинации «Лучшее исполнение в стиле хардкор» и стала супер-хитом. Встречайте, еще одна девушка из Риги – Дарья Чеботарева. Привет, Даша. Давай знакомиться. Всем привет. Меня зовут Даша Чеботарева. Мне 15 лет. И сегодня я пою песню «Avenessence» «Bring me to life». Я Даша. Очень приятно. Лица? Да. Я не знала эту песню. Я не знаю, почему. Мне очень сложно было запомнить слова. Поэтому я ее слушала, 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 слушала. Мне очень понравилась аранжировка. Она очень отличается от оригинала. И это меня поразило. Более спокойная. Бридж, гитара, все такое. Я люблю такой тип песен. То есть я чаще всего их дома пою сама для себя. Песня сама такая спокойная. Но мне хочется злиться. Именно под эту песню. Мне прям хочется разорвать кого-нибудь. Учительницу какую-нибудь. Которую мне, наверное, ставит там какие-нибудь оценки плохие. Вообще, как бы, я очень сильно волнуюсь. Но я уже видела сцену. Мне так понравилось. Это так прям аж мандраж такой. Это будет бомба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Самое время узнать, что же думает о твоем исполнении наставник. Я несу вам слово. Дарья, молодец, что ты, во-первых, вошла в образ такой до конца. У тебя был национальный там подъем и изначально такой правильный, интересный такой национальный какой-то тон. Услышал в твоем вокале то, что я в оригинале вообще не слышал. Там и джаз я услышал немножко, и фольк даже, да. Песня прозвучала по-другому. Спасибо. А теперь мы увидим оценки. Помнуешься? Очень-очень. Евелина поставила четверку, Андрей тройку. Андрей, ну вы продолжаете традиции первого сезона, насколько я понимаю. Почему три? Дарья, привет. Знаешь, я не справильно говорить насчет образа твоего и вокала, но когда ты сделала руками, я прямо проснулся. Нужно было продолжить этот образ, что-то какими-то движениями, руками и так далее. Это очень смотрелось эффектно. Потому что, скажу тебе честно, где-то к середине-концу хотелось так немного уснуть. По вокалу тоже, конечно, были моменты, где чуть мимо ноты пела и так далее. Ждем тебя в следующих номерах. Спасибо тебе. Спасибо. Семь баллов набирает Дарья. Последняя участница из команды Яниса Стибелеса исполнит один из самых пронзительных хитов альтернативного рока начала 2000-х годов. Мы будем помнить тебя всегда, Честер Беннингтон. Сегодня его песню исполнит Дарта Степанова из Гаркел. Привет. Меня зовут Дарта Степанова. Мне 13 лет. И сегодня я буду петь песню «Numb by Licking Park». Ну что, как тебе аранжировка? Как песня? Хорошо. Все хорошо. За что, да? Да. Чувства в этой песне немного депрессивные. В ней есть что-то грустное. Я была в восторге, потому что мне нравятся такие песни. Я была довольно уверена в себе. Аранжировка была очень интересная. Я никогда эту песню в таком виде не слышала. Мне так больше понравилось, потому что в этой аранжировке песня более спокойная, а не как рок-н-ролл. Классный голос и под эту такую личную песню очень хорошо подходит. Мне показалось, что, возможно, сейчас темп слишком быстрый. Песня такая чувственная, там нужно каждую ноту взбешивать. Я думаю об одной истории из моей жизни. Она очень личная. Эта песня дает мне силы рассказать эту историю. Надеюсь, что публика поймет ее, когда будет слушать песню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дарта Степанова, «Линкен Парк» нам! Ну, это было очень трогательное исполнение, и показалось, что ты вообще не нервничала. Интересно, как ты так вот сумела передать эти эмоции? Это было тяжело, потому что эта песня для меня много значит. И мои эмоции победили стресс. Все было вместе. Что ж, мне очень понравилось выступление Дарты. Янис, а вам? Мне понравилось выступление. Я реально все время вот так держал руки, чтобы ты открылась эмоционально. И ты начала вообще как бы немножко в себе, потом ты... Да, и в конце ты открылась вообще супер, молодец. Спасибо, Дарта. Спасибо. Самое время узнать оценки за выступление Дарта. Первая пятерка на шоу «Браво» в втором сезоне. Пять-четыре. Андрей, ну, кажется, вы стали немного добрее. Дарта, привет. Я скажу так. Я первый раз вот руководствовался своей эмоцией, твоей, точнее, эмоцией ко мне. И это тот раз, когда съезды где-то по вокалу вот просто были в точку. Они подходили для этой композиции. Во-первых, и сама композиция прекрасная, и ребята ее шикарно исполнили. Чуть по вокалу понятно, что если ты слышал оригинал, там немного у него где-то момента. Если ты говоришь «у-у-у-у», а у него, конечно, надо было чуть-чуть хрипаться, чуть выдавить. Ну, я понимаю, что первое выступление, но я очень надеюсь, что ты поработаешь над своим вокалом и разберешься все-таки, как им владеть. Молодец, мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо, Андрей. Эвелина, ну, вы не согласны с Андреем. Вы считаете, что не надо было. Не, я как всегда не согласна с Андреем. Мне всего хватало, хрипотцы мне не хотелось. Это не тот вокалист. Не хрипотцы, а давление немного. Каких-то много, где должно быть, понимаешь? Браво, Дарта. Гоу. Спасибо. Спасибо большое нашему члену жюри. Дарта, ты набираешь 9 баллов. Я поздравляю тебя с этим. Спасибо тебе. Ну что ж, а команда Латвии получает 22 балла в сумме. Теперь на сцену выйдут представители Эстонии из команды Андрея Покутного. В этом году шоу «Браво» побывало в Тарту, и сейчас на сцену выйдет молодой человек из этого города. Он исполнит самую известную песню немецкого поп-фолк-рок-трио «Милки Ченс». Встречайте, миг в кассе! Привет, меня зовут Мик Касик, мне 15 лет. Моя песня называется «Столен Дэнс» группы «Милки Ченс». Что ты знаешь об этой группе? Почти ничего. Я знаю эту песню, может, слышал какие-то еще песни этой группы, но... Я рад, что я раньше ее слышал. Я не исполняю поп-музыку, так что это не моя любимая песня, но я думаю, что разнообразие пойдет мне на пользу. Это танцевальная песня. Мне рассказали, что делают диджеи. Они не поют, они прыгают вверх-вниз и машут руками. Мне посоветовали вести себя так же, если я не знаю, что делать. Посмотрим, какая у меня выдержка на сцене, потому что, когда поешь, то очень трудно прыгать. Но, может быть, это случится. Мои основные ожидания — хорошо провести время, поработать с хорошими группами и всех стран Балти. Я думаю, будет весело. Я этого как раз и жду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Мик, ты молодец, конечно. Мы с тобой, когда общались на репетиции, чутка ты, конечно, перемудрил, когда я тебе говорил, смотри за образом и за пением. Ты все-таки не забывай, что ты не актер, а ты певец. Конечно, к концу песни было все уже хорошо, но мы с тобой, конечно, пообщаемся. Но мне в целом очень понравилось. Ну а теперь переходим к оценкам. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Спасибо. Ну что ж, давайте узнаем, почему такие оценки, прежде всего, тройка. Эвелина, расскажите нам. Ну, Мику повезло, конечно, с песней, потому что она сама по себе, она уже заставляет людей хлопать, поддерживать себя, веселиться вместе с вокалистом. Мне кажется, он немножко перестарался с этим, вот как завладеть публикой, забыл про пение. Но это все исправимо. Именно на Мике ты вспомнила про ноты. Да. А что? И мне кажется, в других передачах Мик нам покажет свой вокал. Янис, это ваша первая оценка на нашем шоу. Расскажите, почему четверка? Я поставил четверку, и я думаю, что я Мику сделал большой кредит, сначала вообще подумал, что он скопировал оригинал, но потом он пошел своей дорогой. Немножко побродил по лесу, ну, чисто так, по нотам. Но эмоции, это позитивность, и то, что тебе самому как бы понравилось, это все, это то, что, почему я тебе дал сегодня четверку, вырулился. В конце концов. Дамы и господа, Мик набрал 7 баллов, и это неплохой результат. Поздравляю тебя, Мик, спасибо. Сегодня очень много песен, которые исполняют мужчины, а у нас их исполняют девушки. В этот раз, наконец-то, женская песня для девушки. В оригинале ее исполняет Нелли Фортадо, а нам ее сегодня споет Элизабет Киви. Здравствуйте, меня зовут Элизабет Киви, мне 17 лет, и я буду петь песню «Say it right» Нелли Фортадо. Эта песня не была для меня очень сложная, но поскольку я хотела добавить что-то свое, ее пришлось очень долго думать, что туда добавлять, и чтобы это выглядело в итоге хорошо, и чтобы это не было каким-то перебором. Места, где ты уходишь наверх, всякие фишки из соло, можно свободнее это делать. То есть у тебя это круто получается, и можешь не сковывать голос. Тогда очень интересно надо быть. С живыми музыкантами я никогда не пела, соответственно, это было что-то очень новое. Для меня это был абсолютно другой опыт. Перед первым выступлением, конечно же, ощущения очень волнительные, но очень хочу выйти на сцену и показать, что же из этой песни в конце концов получилось, и как мы ее сделали. Не волнуйся, и все получится. Отлично, спасибо. Все круто. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который очень красиво смотрится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наташа, ну, мне кажется, ты целый год шла к этому выступлению Конечно С прошлого сезона Может быть, даже представляла себе как-то это выступление Да, я сидела на самом деле вот там, в том углу зала И смотрела на всех ребят и думала Боже, как я так хочу быть на этой сцене Наконец-то я здесь Это просто невероятно Ну что ж, давайте посмотрим, какие же оценки заслужило выступление Натали Три и четыре Немного неожиданно ваша тройка Янис, расскажите, почему вы поставили такую оценку? Я хочу начать с хороших вещей Насчет образа Мне он понравился Я ожидал, что будет у тебя немножко такой Спортивно-хулиганный Не только аутфейт, но и энергия Мне хотелось от тебя получить хотя бы один раз, чтобы ты мне в глаза посмотрела Потому что ты знаешь, ты поешь не про овец Шип, да? Шейп Это формы девушки, да Я не почувствовал, извини, твоей индивидуальности Мне казалось, что слишком скопированная песня У тебя красивый голос, ты поешь чисто Это хорошо Это для вокалиста слух, это самое важное Но ищи себя Вот это самое важное Но я сегодня тебе написала четверку Спасибо Итак, Наталья, спасибо за выступление Ты набираешь 7 баллов А команда Эстонии набирает 20 баллов суммы Теперь настает черед участников из Литвы Евелина Сашенко рассказала, что у нее в команде появился молодой человек Это правда? Да Ну что ж, нам не терпится его послушать Дамы и господа, встречайте, пожалуйста, Даниил Петринко из Висагинуса Всем привет, меня зовут Даниил Петринко, мне 13 лет И сегодня я буду петь песню «Green Day» и «Ball of a top-block and dreams» Как много знаешь об этой группе? Вообще ничего не знаю Когда я слушала эту песню, у меня возникали мысли одиночества И он идет как бы по дороге, и он один, он ищет дом И все такое Когда репетируешь, вроде ты зажатый, да? Но когда ты с такими людьми как-то больше расправляешься и типа тебе становится веселее И сейчас поешь достаточно скованно в стрессе, расслабиться Потому что вот эта скованность, да, она дает такое, что у тебя голос скачет Нужно быть расслабленным, таким образом он будет более плавно идти и по динамике, и вообще по мелодии самой Когда я пою песню, мне как бы проще без движений, но просто с движениями интереснее как-то Когда я буду выходить на сцену, я просто забуду все Расслаблюсь, и как получится спеть, так получится Главное спеть, это с эмоциями, сделать все классно Сейчас уже было как настоящая рок-звезда Я ходу на длинную дорогу, единственнаяка, которую я это давно знаю Я не знаю, куда идет, но это только я, и я ходу сам Я ходу на этой зимой дороге, на той же овели Marvel Universe Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА